Субтитры создавал DimaTorzok Один из первых мотоциклов, который прославил имя своего производителя, стал спортбайк Suzuki T20 Super 6, который увидел свет в 1965 году. Название мотоцикла подчеркивалось «главное достижение компании». Это был первый в мире байк с шестиступенчатой коробкой передач. Также T20 мог похвастать мощнейшим в классе двухтактным 247-кубовым двигателем, который выдавал 25 лошадиных сил максимальной мощности. Однако уже в 1966 году конструкторы доводят мощность до 30 лошадок. Мотоцикл обладал легкой, но очень прочной дуплексной рамой. Снаряженная масса Suzuki T20 Super 6 составляла 145 кг, а разгонялся он до 165 км в час. Предел скорости, который был не под силу даже лучшим пятисоткам той поры. Новинка сразу приобрела поклонников и стала настоящим хитом. Субтитры создавал DimaTorzok В 1972 году компания, желая, как и все, выпустить свой ответ на суперпопулярную модель Honda CB750 представляет Suzuki GT750, который выделялся 738-кубовым трехцилиндровым, но двухтактным двигателем с жидкостной системой охлаждения. Силовая установка выдавала 72 лошадиные силы при 6500 оборотах в минуту. Сухой вес мотоцикла 219 кг. Максимальная скорость, которая был способен достигать GT750, составляла 200 км в час. В 1975 году компания представляет свой первый четырехтактный мотоцикл Suzuki GS750. Его 748-кубовый двигатель с двумя распредвалами в головке цилиндров выдавал 72 лошадиные силы максимальной мощности и 60 ньютон-метров крутящего момента, благодаря чему GS750 мог разгоняться свыше 200 км в час, что делало его одним из самых быстрых японских мотоциклов того времени. В 1985 году Suzuki всколыхнули все мотосообщество, представив сенсацию. Полноценный спортбайк GSX-R750, который оснащался с четырехцилиндровым рядным 749-кубовым силовым агрегатом мощностью 106 лошадиных сил с системой воздушно-масляного охлаждения. Для модели использовалась чрезвычайно легкая алюминиевая дуплексная рама. Общий вес аппарата составлял 175 кг. Максимальная скорость спортбайка составляла 240 км в час. Сотню мотоциклов набирал за 3,5 секунды. Следующим мотоциклом, который сильно полюбили по всему миру, стал Suzuki GSF-400 Pandit, появившийся в 1989 году изначально чисто для внутреннего японского рынка. Изюминкой мотоцикла стал рядный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 398 кубических сантиметров, выдающий 59 лошадиных сил мощности и 38 ньютон-метров крутящего момента. Он был взят от спортивной модели Suzuki GSX-R400. Разгон от 0 до 100 составляет 5 секунд, а максимальная скорость 180 км в час. Субтитры создавал DimaTorzok В 1998 году в компании Suzuki происходит значимое событие. Она выпускает самый быстрый серийный мотоцикл, и это, конечно же, Suzuki GSX-R1300R Haibusa, которая установила рекорд с максимальной скоростью в 312 км в час. Заткнув за пояс CBR1100 Blackbird и Kawasaki ZZR1100. Поначалу гипербайк оснащался 1299 кубовым двигателем, который выдавал 175 лошадиных сил и 138 ньютон-метров. Затем его увеличили до 1340 кубических сантиметров, и он уже вырабатывал 197 лошадиных сил и 150 ньютон-метров. Последнее поколение этого легендарного мотоцикла вышло в 2021 году, однако изменения коснулись в основном только внешнего вида. В 2001 году Suzuki представляет свою флагманскую модель спортбайка – Suzuki GSX-R1000K1. На тот момент в качестве основы мотоцикла была использована модель Suzuki GSX-R750. 988-кубовая четверка выдавала всего 163 лошадиные силы, однако последняя модель GSX-R1000, которая появилась в 2017 году и производится по сей день, выдает уже 201 лошадиную силу и 117 ньютон-метров крутящего момента. От нуля до сотни спортбайк разгоняется за 2,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 299 км в час. Также на слуху у всех сегодня находится и название серии круизеров Suzuki Boulevard. Она была запущена компанией в 2005 году в результате объединения других модельных рядов – мародер Валуси и Деспирада. Именно Suzuki Boulevard покорил байкеров по всему миру. Самым первым в этой серии был Suzuki Boulevard C90, он же Intruder 1500. Его двухцилиндровый V-образный 1462-кубовый двигатель выдавал 68 лошадиных сил и 114 ньютон-метров крутящего момента. Однако позже в 2006 году появился и флагман Muscle Bike Suzuki Boulevard M109R. Здесь уже двухцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения, объемом 1783 кубических сантиметра, выдающий 125 лошадиных сил мощности и 160 ньютон-метров крутящего момента. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok